Всем привет! Рада вас приветствовать на моём канале Старкдаст Гиксис. Сегодня мы очередной раз проходим клуб романтики, а именно Секрет Небес. Третья серия. Пора привыкнуть к новому месту и познать его прелести и тайны. Глава третья. Тяжело в учении. Кто-то провел пальцем по моей щеке, затем по носу. Рука спустилась на ключицу и ловко, бесстыно забралась под одежду. Ах, вот это у неё ночнушечка. Я думаю, мы не зря выбрали путь, демонессы. Мими? Она сидела на краю кровати рядом со мной. Разбудив меня, Мими улыбнулась и нагнулась чуть ближе. Первым делом в глаз забросился её полупрозрачный лифчик и два розовых кружочка, соблазнительно выпирающихся через тонкую ткань. На земле все такие, Соня. Да, она уж очень крутая. Который час? Время действовать. Она, играя, пробила пальчиками вдоль моего тела и резким движением стянула одеяло. Мими, что ты делаешь? Не строй с себя недотрогу, Вики. У демонов с этим намного проще. Если они чего-то хотят, то просто берут. Она чуть раз двинула мне ноги, коснулась внутренней стороны бедра и вдруг помедлено, наблюдая за мной. Я всё смотрела, как ты спишь, и слишком увлеклась. И поняла, что не хочу просунули, хочу дрогать. А как же запрет? А запрет, ты знаешь, почему его ввели? Нет. Из-за детей, глупышка. Никто нам ничего не сделает. Её пальцы коснулись моих трусиков, и я вздрогнула, втянула воздух в свои зубы. Ты сейчас делала это от страха или от желания? Она чуть отстранилась, показывая, что не хочет давить на меня. Это, конечно, от желания. Будем-ка мы... Ну, я же сказала, что мы со всеми будем. Миме не нужно было повторять дважды. Она оседлала меня и притянула к себе. Вот как бы вопрос. Если это из-за детей, у них что, нет тех же самых презервативов? Ну, как-то странно. Чтобы у ангелов и демонов между друг другом ничего не рождалось, есть как бы средство контрацепции. Почему они об этом не знают? Соливость, которая ещё ломала меня, исчезла без следа. Сердце колотилось где-то в горле. Я чувствовала дыхание Миме, как её руки ловко снимают с меня ночнушку. Одна лямка, затем вторая, и вот ткань, едва зацепившись за соски, упала вниз. Миме оглядела меня жадно с каким-то животным желанием. Ещё долго будешь смотреть? О, нет. Её губы впились в мою грудь. Ах. Я застонала и откинулась на подушке. Губы Миме быстро опустились вниз, вынуждая меня выгнуться от наслаждения. Простыня вся смялась от моих метаний. Миме поднялась и поцеловала меня в губы. Но очень скоро поцелуи перешли в покусывание. Страсть разгоралась. Ей не было предела. Я зашептала Миме на ухо всё, что приходило на ум. Провела дорожку из поцелуев по её телу. На кончике языка остался вкус её шеи. К чёрту всё, иди сюда. Миме подмяла меня под себя и начала двигаться. И всё, что нужно было, это лишь её близость. И такая, что ближе некуда. Ах. Да. Миме упал на подушке рядом со мной. Пару минут мы пытались отдышаться. Потом она резко встала, опрашиваясь по комнате голой, не скрывая, что наслаждается моей заинтересованностью. Неспешно надела бельё. Ваши отношения с Миме улучшились. Спасибо за хорошее утро. Она долго смотрела на меня. Вдруг она показалась мне маленькой девочкой, которой не хватало ласки. И тебе спасибо. Миме раскрыла шкаф и бросила в меня одежду. Собирайся. Куда? Из-за того, что демоны гордые и неприветливые, ангелы чаще вербуют к себе непризнанных. Не хочу, чтобы ты стала одной из них. Но если ты оденешься как монашка, вряд ли демоны захотят с тобой даже разговаривать. Нас уже, короче, переманивают. Так, дерзкая. Как делается над завистью остальным? Ух. Чёрная мать. Давайте будем дерзкой. Несколько демонов, скучающие, сидели на горгулях и смотрели вниз. Ему не додоело. Какой это раз за сегодня? Второй. Ещё летит? Да. Всё, раскрыл. Энди опять прыгает? Минь подошла к краю и бесстрашно обглядела пропасть над собой. Эти непризнанные, кто их поймёт? Сосед толкнул его в бок и кинул в мою сторону. О, мы тебя заждались. Меня зовут Ази. Сэмми. На крыше оказалось ещё дюжина демонов и несколько ангелов, которые, услышав моё имя, начали улюхать и свистеть. Что происходит? Ази и Сэмми стали кружить вокруг меня. Их крылья подрагивали и чуть раскрывались, будто в нетерпении. Новенькая попалась в сети, но хватит ли у неё смелости выбраться из них? Он прокричал это словно мотивационную речь, и остальные взревели ему, подтакивая. Прости, что не предупредила. Это была моя обязанность, как соседке. Не предупредила? О чём? Всё это начало меня беспокоить, и я попятилась от края крыши, подсознательно догадываясь, чего от меня хотят. Кто-то позади ловко приземлился на кровлю. Я тут же обернулась. Энди? Её вы тоже позвали? А она что? Особенно пройдёт, как и остальные. Мими коснулась моего плеча, встала сзади меня, так, чтобы я её не видела, но слышала и заговорила. Это традиция, понимаешь? Все не признаны ещё до того, как начнутся, научатся летать, должны прыгнуть с крыши. И как можно дольше не раскрывать крылья, лишь только когда станет слишком страшно. А если не успеть? Ты не умрёшь, но будет так больно, что ты пожалеешь, что не умерла. Я тяжело сглотнула. Первым порывом было бежать, вторым расплакаться. В итоге я рассмеялась. Вы больные? Развлекаемся как можем. А ну-ка, поддержим непризнанную. Все закричали в каком-то перезвозбуждённом экстазе. Я поняла, что для них эта игра – очевидное развлечение. Шопта. Плевать, что они подумают. Раскрывай крылья, как только прыгнешь. Мы не такие, мы смелые девчонки. Ты тоже так сделал? Не сравнивай себя со мной. Я получаю от этого кайф. Ну да, мы знаем историю, как он умер. Я прыгаю почти каждый день и каждый раз снижаю дистанцию. Однажды ты умрёшь, как уже. Однажды я доиграюсь, но это мой наркотик, а ты не наркоманка. Всё-всё, хватит совещаний. И столпы начали кричать. Вперёд, ну же, она струсит, да прыгай же. И что же, ты прыгнешь или нет? Конечно, я прыгну. Прыгаю. Со всех сторон я несла спротяжный. Ееее. Вот это я понимаю. Покажи им, Вики. Я подошла к краю, посмотрела вниз. Ох, если я не успею раскрыть крылья, то распластаюсь прямо на дворике. Оттуда он казался крошечным, где туда-сюда снуют непроворотливые точки вместо людей. Я слопнула ковом в горле, расправила и снова сложила крылья. Не бойся, второй раз не умирает. Ну, конечно. Спасибо за поддержку. Я криво улыбнулась, пытаясь скрыть неконтролируемое волнение. Не получилось. Давайте поддержим непризнанную. Прыгай, прыгай, прыгай. Все начали кричать, свистеть, подниматься высоко в небо, наблюдая за мной сверху вниз и снова опускаюсь на крышу. Ну все, сейчас или никогда? И я прыгнула. Ах. Конечно. Нет, я хотела нажать. О. Едва я почувствовала, как падаю из груди, вырвался крик, но я составила себя умолкнуть. Я не противилась страху, но и не поддавалась ему. Как понять, когда раскрывать крылья? Пока рано. Я порываюсь раскрыть крылья и занавязчиво чувствую, что земля слишком близко и все же держа крылья сложными. Может, пора? Ну давай, раскроем. Земля стремительно приближалась и тянуть больше не было смысла. Взмах, крылья разрезали воздух и коротко, но быстро захлопали, удерживая меня на весу. Под ногами оставалось метров десять. Вики! Энди словно в воду нырнул вниз, схватил меня за талию и помог подняться. Зачем? Эй, ты оторва! Эти непризнанные, уже совсем поехавшие в последнее время. Эй, поддержим девочку. Вы видели, что она выдворила? Опа! Слава! Давайте будем изображать Славу так вот. Слава! Как-то корона, типа. И все присутствующие заревели, засвистели. Кто-то победно загружился в воздухе. Ты молодец, правда? Руки не держались на моей талии. Так, ты там что делаешь? Толпа понемногу начала расходиться. Ади и Сэмми сели прямо на кровлю. Мими пристроилась рядом и похлопала рядом с собой. Я села напротив них. Энди последовал моему примеру. Мы придумали это посвящение, чтобы поближе познакомиться с непризнанными. Все же кто-то из них однажды станет ангелом или демоном. У тебя есть все шансы стать одной из нас. Как и одной из нас. Ну, учитывая, что я вся в черном, ребят, как вы думаете? Ну, я очки ангелов пока зарабатываю. Мими вдруг замерла к чему-то, прислушиваясь. Сейчас урок с Геральдом. Чур, прыгаем отсюда. Они вскочили, пробежали по крыше и бросились вниз. Послышался шорох их крыльев. Мы с Энди остались наедине. Спускаться долго, я могу тебе помочь. Как? Он покраснел, мокнув, но набрался смелости и сказал. На руках? Ох, это мило. Было бы здорово. Правда? Я рассмеялась. Почему бы и нет? Мы встали и немного смущенно пытались принять нужную позу. Если позволишь. Не там вы нужную позу принимаете, ребята. Энди чуть нагнулся и поднял меня. Он крепко прижал меня к себе. Я почувствовала дыхание Энди на своей шее и задрожала. Тебе холодно? Нет. Энди подошел к краю и расправил крылья. Близья они казались еще красивее. Хотелось потрогать их, но я не решилась. А затем толчок, и мы плавно, но достаточно быстро начали спускаться вниз. Энди сосредоточенно и умело управлял потоком воздуха. На мгновение возник соблазн провести рукой по его скулам и нахмуренным бровям. Мысли бегут словно дракашки, за ними не угнаться. Не приструнить. Как только под ногами оказалась опора, я с облегчением выдохнула. Энди не спеша, я на нехотя убрал руки с моей талии. Спасибо. Ну да. Геральт стоял, степив руки за спиной. Перед ним выстрелились в ряд демона и ангела, непризнанные. Он обернулся к нам, посмотрел на крышу и злобно усмехнулся. Вы снова этим занимались? Его голос прогремел неожиданно грозно. Недовольный взгляд прошелся по каждому из нас и остановился на мне. Ты новенькая, но успела себя хорошо зарекомендовать. Уверен, ты неплохая девочка. И все же будь осторожна в своих действиях. Демоны и даже некоторые ангелы могут подбивать тебя на разные поступки. Не все из них будут к лучшему для тебя. Хоть школа и находится в небесах, это не рай. Ты меня поняла? Да. Мне стало не по себе от его слов, но Энди меня подбодрил. Знаешь, когда меня застукали за этим делом, мне казалось, Геральт меня убьет. Не знаю, чем ты заслужил его снисхождение, но это здорово. Геральт подождал, пока мы встанем на место, и заговорил. На этом уроке у нас будет обмен энергиями, чтобы в будущем вы могли по энергетике понять, кто перед вами, даже если его облик будет сокрыт. Облик можно скрывать? Конечно, можно притвориться человеком или поменять вид крыльев, правда, на время. Геральт подошел очень ближе, протянул ко мне руку совсем близко. Глаза в рот, не в рот чувства. И прикоснулся к моему животу. Почему я? Я почувствовала, как что-то сильное, большое и светлое озаряет меня. Это и есть энергия. У каждого она своя, как отпечаток пальца. Геральт отстранился, прошел вдоль ряда и, вернувшись на место, снова замер. По энергии вы сможете понять, какому рангу принадлежат ангел или демон. Кто перечислит их? Кто-то поднял руку и заголов векнули тонкие изящные пальчики. Ости, прошу. Иерархия ангелов и демонов идентична. Мы с вами находимся в начале этой цепи. Она посмотрела на меня и Энди. Не считая непризнанных, они даже до этого не дотягивают. После ангелов и демонов идут архангелы и архидемоны. Далее следуют престолы, господство, начало власти, силы, войства, века. Каждый последующий в ранге властвует над теми, кто ниже. Они управляют адом и раем, следя за мировым порядком. На вершине цепи находятся Херуимы и Серафимы. Выше них только Шефа. Короче, у нас манка огонь. Сердце ушло в пятки при упоминании последнего ранга. Ты знаешь, кто такие Серафимы? Выше ангелов. Именно, они наиболее приближены к Шефа. Вики, твоя мать Серафим, а среди Серафимов никогда не было непризнанных. Ого! Мама, как же ей удалось? Все верно, Ости. Скорее всего, вы никогда не увидите кого-то, кто стоит выше архангелов и архидемонов. Но мне же будет позволено увидеть маму. Не может же быть, чтобы не позволили. Если, конечно, ваш отец не сатана. Слева от меня начали смеяться, кто-то дернулся, и я мельком заметила Люцифера. Он смотрел на Герлица соусмешкой на безденье самодовольства. Он все-таки похож на Люцифера из сериала. Интересно, каково это быть сыном дьявола? По энергии вы должны будете понять, насколько силен ангел или демон перед вами. Это важно и, возможно, может стоить вам жизни. На нас могут напасть? Как у вас говорят, готовься к худшему, надейся на лучшее. Вы должны уметь бороться, даже если это не понадобится. Теперь я хочу, чтобы вы почувствовали энергию друг друга. Станьте друг напротив друга, прикоснитесь к тому, кто стоит перед вами. Можете обняться. Оцеловаться можно? Так уж и быть. Вам с Сэмми разрешено. Демоны размеялись, на что Адя вышел вперед. Думаете слабо? Иди сюда. Жесть. Даже так. Они подошли друг к другу и стелились в ПЦУ. Я вообще думала, это очередной мой ухажер. Они? Ну да, есть какие-то проблемы. Ну нету, учитывая, что было с утра. Нет, просто неожиданно. Неожиданно? Несмотря на то, что вы одного пола, не значит, что вам можно игнорировать запрет. Не нарывайтесь. Это только без задания. Ну конечно. Прекратите этот цирк. Изучайте энергию друг друга пару минут, потом меняйтесь. Напротив меня встала Мими. Она протянула руку и сцепляла наши пальцы. Я почувствовала слабый, но резкий толчок энергии. На вкус энергетика Мими была словно кислая малина, а на вид красная. И этот красный цвет на несколько секунд ослепил меня вспышкой. Её энергия мне уже знакома. По лицу Мими я поняла, что она думает о том же. Мими сжала мою руку, облизнула губы и подмигнула мне. Понятно. Следующим стал Ади, но он дурачился и не давал спокойно считать его. В итоге я разнервничался и смотрела в пол, когда передо мной замерли чьи-то ботинки. Я подняла глаза. Луцифер протянул себе руки, взял меня за талию и немного грубо протянул к себе. Он даже не смотрел мне в глаза и был полностью солитоточен моей энергией. Я последовала его примеру. Сила, которую я не ожидала почувствовать, вдруг наполнила всё моё тело и будто бы чуть не разорвала его. Ни один человек не смог бы удержать в себе такую мощь, но она крылась в демоне, в сыне сатаны. Луцифер владел этой силой и не кичился ею. Он был ужасно силён, возможно сильнее Геральда, но воспринимал это спокойно. Когда настало время меняться, Луцифер так же грубо оттолкнул меня. Спасибо. Ладно. И пусть он сам Луцифер. Он просто избавленный мальчишка. Нужно быть выше этого. Я чуть отстранилась от Луцифера и стукнулась обо что-то головой. Ауч. Хотя лакотина меня схватила за шиворот. Ах, не мизида. Я повернулась насколько могла и взвизгнула, увидев, что меня удерживает статуя Шерма Гнушенодани. Она двигалась и качала головой. Хоть и немного ломан, но она ожила. Что происходит? Не мизида, отпусти её. Фрешаж право Мэрум. Она повернулась влево, затем вправо посмотрела на небо, будто хотела нам что-то разглядеть. Шефа. Демоны и ангелы расступились, пропуская Дина. Он подошёл быстро и решительно приподнял меня и чуть дёрнул, вынуждая статую разжать пальцы. Почему она заговорила? Я не знаю. Гераль подошёл к Немезиде, коснулся её плечи и опустил голову. А вы продолжайте урок. Он что-то зашептал, и статуя начала часто мотать головой, словно не хотел снова накаменеть. Но Гераль сильнее сжал её по лечи, и статуя стала двигаться всё тяжелее, пока окончательно не замерла. Это что, люди, блин? Готово? Что? Изучить мою энергию. А, да. Дина подошёл совсем вплотную и обнял меня, и опустил подбородок мне на голову. Сначала я почувствовал тепло, но это было простое тепло мужского тела. Пока не стало вырисовываться ни что другое, какой-то стержень, огромный потенциал и сила. И эта сила отличалась от Люцифера. Тот был рождён с ней и относился к ней пренебрежительно. Дина же выращивал её в себе, тренировал и развивал. Он не был силён от рождения, но явно хотел это исправить. Дин метан отстранился от меня. Понял что-то? Не признаю их тяжело прочь. По ощущениям, вы как простые смертные, но если очень присмотреться, где-то там, на задворках, чувствуется потенциал. Вот падла. Звучит не очень. Геральт отошёл от статуи и обратился к нам, но его взгляд неизменно возвращался на застывшую Немизиду. Теперь я разделю вас на команды. Вы должны будете изучить друг друга настолько, чтобы через час смогли узнать, где находится член вашей команды, только по его энергии. Геральт начал называть имена и вскоре дошёл до меня. Вики, Мими, Ади, Сэмми, Энди. Вся компашка в сборе. Мы отделились от остальных и встали полукругом. Предлагаю, войдите на наше место. Ваше место? К плачущим девам? Ты мне вот сейчас совсем не помогла. Туда нужно лететь. Ничего, Вики научатся, ты научишься ещё до занятий по летанию. Ну всё, решили, чего время тратим? Ты сама полетишь или мне тебя подбросить? Да пускай её. Ты давай, тащи. Обратно, Сэмми. Я подошла к Энди, и он тут же раскрыл объятия. Было в этом что-то уже родное и привычное. Словно, я уже много раз так летала с ним. Я вела руки вокруг шеи Энди и прижалась к нему. Он раскрыл крылья и помахал ими, будто разминал. А затем, вшик, и мы слетели. Я закрыл глаза и ухнулся к грунту Энди. Мы лавировали между башнями, вскоре запахло сыростью и скалами. Энди начал снижать скорость и высоту. Нафига самим летать, когда могут подбросить? О, прикольно. Можешь открыть глаза. Что это за место? Много лет назад низшие ангелы и демоны молились здесь шефа. Но, по поверьям, однажды сюда пришла молиться женщина, и молилась она о ком-то, о ком не должна была. Она залила слезами бассейн. После этого статуи тоже начали плакать, каждый раз наполняя бассейн новыми слезами. Это место стали считать местом боли. Я поднялась по полуразрушенным ступенькам, заглянула в свое отражение в воде. Я могу? Попробуй. Осторожно запустил руку под воду и медленно махнул в одну сторону, затем в другую. Ряд прошлась по всей поверхности. Вытащил руку и облизнула палец. Ах, на вкус и правда как слезы. А ты думала, мы шутки шутим? Как будем привыкать к энергии? Мы раньше этого не делали. Адди прыгнул на выступ и сел, подобрав под себя ногу. Самый лучший способ узнать энергию, это увидеть ее в разных состояниях. Что ты имеешь в виду? Мы должны вывести друг друга на эмоции, смущение, радость, злость, возбуждение. Кстати, запоминайте прямо сейчас. Адди, ну что? И что нам теперь злить друг друга? Адди спрыгнул и начал расхаживать мимо нас. Есть идея получше, сыграем вагат. Ну, может, нет. Что такое вагат? Игра падших, перепивших грифта. Трезвым в нее тоже интересно играть. Нет. Какие правила? Знала ли ты, милая Вики, что единственная вещь, которую менять не может даже сам шеф, это глаза? В них заключена душа, но это ты уж точно знаешь. По правилам игры ты должен прочесть в глазах прошлого другого игрока. Если это что-то важное, игрок выполняет желание. А если нет желания, выполняешь ты. По-моему, звучит неплохо. Адди хлопнул в ладоши. Отлично, я начинаю. Он подошел ко мне, положил руки мне на щеки, чтобы я не могла отвернуться и стал глядываться в зрачки. Так, вижу Мисселину. Она сказала тебе что-то важное, что тебя взволновало. Согласится. Верно. Она сказала, что моя мама Серафим. Все переглянулись бы и никак не прокомментировали твои слова. Вы чувствуете ее энергию? Ты должна ему желание. Ну, хорошо. Какое? Я добрый демон. Люблю страсти. Поцелуй кого-нибудь из нас на свое усмотрение. Даже тебя сами. А почему нет? Поцелуем Аде. Я подошла к Аде. Меня здесь же столько рыбок лавает. А, ладно. Махнул рукой и приделал к себе. От неожиданности я замерла, даже перестала дышать. Аде засмеялся мне прямо в губы и быстро отпрянул. Если ты так целуешься, то у меня для тебя плохие новости. Дело не в этом. Хватит ее смущать. Все оттенки твоей энергии мы запомнили. Давайте дальше. В следующие полчаса мы пытались увидеть в глазах друг друга самые волнующие или пикантные моменты в жизни. Отовсюду только и слышались возбужденные выкрики. И Аде, ты по девочкам тоже? А что не вина? Мими, ты влюблена в Люцифера? Она вспыхнула и умокла, а потом отрезала. Нет! Ну вот. Когда почему-то на него постоянно смотришь, в твоих глазах так четко отпечатывается его образ, Аде закашлял и незаметно стукнул Сэмми. Заткнись! Это неправда! Где Люци? А где я? Мне даже по рангу не позволено. Мими посмотрела на меня, словно извиняясь. Вот тоже за что она извиняется? Это мы перед ней будем извиняться, когда мы как бы уже с ней сегодня с утра, А потом с Люцием, я надеюсь. Она будто испугалась, что это оттолкнет меня. Это неправда! Сэмми, ты проиграл. Чего? Понятно же, что... Он посмотрел на выражение лица Мими и замолчал. Да, я проиграл Мими. Загадывай желанием. Она немного нервно поправила одежду и волосы и сказал. Укради что-то у ангела Фенса, прямо из его кабинета. Что? Что-то специально наказываешь меня за правду. Выполняй. Если меня поймают, мне будет крышка. Как тяжело дружить с демонами, правда? Какая же ты стерва, Мими? Она послала ему воздушный поцелуй. Остыньте. Может, поменяем желание? Нет. Ну, хорошо. Сэмми провел рукой по лицу, точно пытался стереть себя волнение. Будь осторожен. Он против рукой, и они сплели пальцы. Я справлюсь. То есть они все-таки в реальном месте? Одним сильным махом в крыльях Сэмми поднялся высоко в небо, скрылся между скалами. Запомнили его энергию? Ее сложно было не запомнить. Настала неловкая пауза. Мими чистила перья, проводя пальцы между ними, словно расчесывала. Она избегала смотреть на глаза. Когда мы услышали, как возвращается Сэмми, то все оживились, стали глядываться в небо. Получилось? Сэмми приземлился и поправил злохмаченные голосы. Ну, не томи. Вместо ответа он достал что-то из кармана и кинул в Мими. Она поймала это и стала скептически рассматривать. Переводчик, ты специально взял то, чем финцы у нее дорожит? Я что, по-твоему, суицидник? Конечно, я взял самый бессмысленный предмет. В уговоре не было сказано, что я должен был что-то ценное украсть. Мими, пожалуй, плечами. Ну, ладно. Дай посмотреть. Держи. Сделать. Граммофон какой-то. Я повертела его в руках. Он напоминал карликовый граммофон. И что он переводит? Все что угодно. Ах, совершенно непонятно. Что происходит? Немезида, пусть ее. Что же? Хорошо, мы сейчас будем переводить. На каком языке я говорила статуя Немезины? На древнеангельском. Вы его знаете? Нет, он уже давно не используется. Когда ангелы и демоны стали эти боковые сульми, они начали перенимать человеческие диалекты. Все смешалось, когда Серафим наложили на райад, так называемую языковую пельну. Да, теперь люди, очутившись здесь, начинают говорить на общепринятом языке ангелов и демонов и даже не замечают этого. Точно. То же самое выходит и у нас, когда мы оказываемся на земле. Сейчас древнеангельский сродни латыни, вымерший язык. Этот переводчик смог бы перевести то, о чем говорил Немезида? Возможно. Только зачем это тебе? Вдруг она сказала что-то важное? Нет, вряд ли. Статуи обычно говорят всякую бессмыслицу. Я все-таки попробую. Ади, пожалуй, плечами. Попробуй. Нам уже нужно выдвигаться. Согласен. Полет обратно прошел без происшествий. Ну вот, я хотела иногда, наконец, полететь, а все равно... Ладно. На месте еще никого не было. Где все? Гера всегда опаздывает, да и по времени на запасе осталось 10 минут. Тогда, пока никого нет, я достала с карман переводчик. Как им пользоваться? Приложи к ее рту, будто это рупор. Я встала на носочки и потянулась к голове Немезида, но сортой была слишком высокой. Тогда Энзи меня приподнял. Достала? Да, сейчас. Я вытянула руку настолько, насколько могла. Как только переводчик коснулся ее каменных губ, Немезида замотала головой. Ее белесые зрачки неповоротливо оглядели небо и двор, и затем остановились на мне. Некоторое время она всматривалась в мое лицо. Наконец, ее губы разомкнулись, и раздался какой-то загробный отдающийся эхо в голос. Грядут перемены. День не может лица вечно, но ночь будет страшна и безжалостна. У погибели твои один глаз голубой, другой красный. Он придет и отберет у вас покой, и заполнит он бассейн кровью и слезами. Что было однажды, то будет и дважды. Она отвернулась, приняла прежнюю позу и замерла, будто никогда не двигалась. Что это сейчас было? Энди отпустил меня. Не знаю, но это не к добру. Обычно они не слух не связан и бред. По-моему, сейчас было очень даже связано. Мы все тревожно переглянулись. Послышали сторопливые шаги. Ну вот. Ну, не могло быть все просто легко. У входа в школу показался Геральт. Он спустился по лестнице взлохмаченной и немного запыхавшейся. За ним верениться шли остальные ангелы и демоны. Вы уже здесь? Отлично. Встаньте все в несколько рядов. Он протянул мне руку. Вики, встань здесь по центру. Вот так. И поверни спиной, чтобы не видеть, кто где стоит. Сейчас я буду называть имена, ты будешь должна определить, где находится тот, кого я назову. Не глядя, ориентируй столько боевой энергии. Поняла? Да. Итак, где находится Энди? Я успела привыкнуть к нему, к его запаху и телу. Отличить ту самую энергию от десятка других было совсем несложно. Второе справа, третий ряд. Замечательно. Что насчет мимия? Энергия мимия была очень хорошо мне знакома. Едва я не подумала, как почувствовала на губах кислых при вкус малины. Одно воспоминание о ее вкусе заставило мои щеки заливаться, румяться. Первый ряд, первая слева. Молодец. Теперь семи. На этом мы не знаем. Да, действительно. Нет, это не он. Остался Ади. Прекрасно. Вот как я должна его отгадать? Неверно. Ты неплохо справилась, Вики, но нет предела совершенства, верно? Вот как это отгадывать? Я так понимаю, если бы мы плохо всех остальных знали, то опять бы отгадывали. Геррак начал подзывать следующих подопытных и проверять их. Я, скучающе стояла среди остальных, думала обо всем, что сказал Геррак и о загадочных словах статуи. Вдруг к небе раздался оглушительный крик. Все вскинули головы и стали наблюдать за пустым небом. Это чайка? Не может быть! Крик повторился и стал пронзительнее и дольше. И вот из-за башни школы мелькнула маленькая белая тельца. Это чайка! Мими закрыла рот руками, как от сильного шока. В чем дело? Чайка и чайка. Ты не понимаешь. Чайка появляется на школу только тогда, когда должно случиться что-то ужасное. Я не думала, что так скоро это произойдет. Она черный предвестник. У всех на лице застыл выражение урочного ожидания. Но крыки продолжались и вскоре удвоились. Кто-то крикнул. Смотрите, еще чайка! Небо заполнили крикливые птицы. С каждой секунды их становилось все больше, пока не остановилось ни одного просвета. Шепфа просвети. О! Пам! Пам-пам-пам-пам! Раздались крики и визги. Одна за другим чайки начали замертво падать. Кто-то из ангелов и демонов взмыл вверх, но на них продолжали падать птицы. И те лихорадочно их отбрасывали, теряя равновесие. Все в школу! Живо! Гераль был явно напуган. Глядя на его взволнованное лицо, я поняла, что прежде такого не бывало. И что падающие замертво чайки предвестники не просто чего-то плохого, а чего-то поистине ужасного. Чайки они такие, они так орут, что определенная как будто крики ада, по-моему. Многие уже забежали внутрь, но я замешкалась, зачарованно глядя на ужасающее черное тело неба. Среди маленьких птиц стало вдруг вырисовываться нечто другое, большое, тяжелое и явно живое. Оно направлялось прямо к нам. Это Субандра! Красивая! Вики, беги! Я попятилась, подкнулась, ступенька позади меня и все смотрела, как полоумное в лицо странного существа. Чувство самосохранения победило в бесконтрольную панику, и я вскочила, собираясь бежать внутрь. Но странная птица успела долететь, схватить меня за шкирку и отбросить в сторону на несколько метров. Бам! Я ударилась головой о бетон. Прекрасно. Птица тут же набросилась на меня и села сверху. Воу, какая... Блин, очень круто. Она качнула морду, будто отпрянула. Что она... Что делает? Так, перекатиться. Субандра еще сильнее отпрянула от меня и вдруг резко нагнулась. Ее рот раскрылся, обнажая несколько рядов острых зубов, а затылок распустился, словно бутон розы. Я резко перекатилась в сторону. Зубы Субандры врезались в землю. Вики, закрой глаза! Герлин залетел вверх, сложил руки и как бы оттолкнул ими воздух. Поток сил врезался в бетон и взрыхлил его, заставляя что-то подниматься из глубин. Куски травы полетели во все стороны. Ох! Я отвернулась и закрыла лицо руками. Птица, видимо, слезла с меня, потому что стало легче. Я открыла глаза и увидела, как красные, будто окровавленные корни небывалого растения сжимают Субандру. А-а-а! Она закричала истошно, визгливо, голова ее снова раскрылась, как будто он и вдруг лопнул, словно шарик. Герлин подошел ко мне и протянул руку. Невозможно! Что это? Субандра! Эти птицы живут в гроте, питаются блесенью несчастными ангелами и демонами, которые попадают к ним в капкан. Но Субандра слепы и боятся солнечного света. Они никогда, никогда прежде не улетали так далеко от своих гнезд. Почему вам бы их, ну, не истребить, например? Герлин обернулся на труп Субандры. Все остальные тоже повернули взгляд на странное существо, которое даже мертвым очень пугало их. И, как бы говорила, все изменилось. На этом серия все. Очень интересная серия, очень полна событиями. Например, уже какой-то экшен происходит. Мне это очень нравится. Я вообще думала, что мы будем просто расследовать там свое убийство и будет что-то такое. Но то, что происходит вот в этом мире конкретно, где ангелы и демоны, это в разы интереснее для меня. И мне это очень нравится. Если вам понравилась эта серия, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делайте колокольчик серым, чтобы не пропустить следующие серии этой истории или любой другой истории. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока!